Здравствуйте, друзья! Сегодня у меня возникла идея сделать куриные крылышки жареные в аэрогриле. Я вот недавно познакомилась с этой технологией. Вообще прикольно очень. Фактически, совершенно не требует никакого участия. Замариновал мясо и вперед. И вот сейчас мы с вами посмотрим, насколько это легко делать. И, в общем, это может делать каждый. Вот у меня лежат помытые куриные крылышки из двух упаковок, из Костка. И я их предварительно должна замариновать. Чем мы будем их мариновать? Это, во-первых, мой домашний домашняя горчица. Я ее делаю не часто, но делаю здоровенную банку. И, в общем, она у меня годится для всех моих мариновочных нужд. Это сухой лук, сухой чеснок, соль и перец. И, конечно, немножко я добавлю авокадо-масло для того, чтобы все-таки процесс жарки шел. Да, хотя весь лишний жир в этом эрогриле будет стекать в нижний поддон. Друзья мои, я еще подумала, что неплохо бы все это посыпать вот копченой паприкой, потому что копченая паприка, она при жарке дает такой очень красивый коричневый цвет. Теперь я все это накрою пищевой пленкой, и оно просто постоит в помещении, может быть, 20 минут, для того, чтобы оно все замариновалось. Запах стоит, конечно, потрясающий от всех этих специй. Вот. И я думаю, что у нас все получится очень классно. Вот, друзья, вы видите, у меня два эрогриля. Этот вот немножко поменьше, да, я его обычно использую для того, чтобы делать картошку там, или тарарут, или что-то такое. А вот этот вот мы используем большой, вот мы используем для как раз вот этих грибных крылышек. А что я тут сделала из моих новаторских вещей, да, вот это, как выглядит решетка самого этого гриля, а вот если ее поднять, то образуется вот место, куда стекает весь лишний жир. Она сейчас мокрая, я ее недавно купила, в общем, она только-только вымытая, да. Вот. Значит, решеточку желательно, конечно, ровненько положить, чтобы она вот не совсем ровненько укладывается. А мне одной рукой это делать не очень удобно. Так. Она вот на сухом трене должна вот так вот как-то на дно улечься. Ну, вроде она удобная, или не очень. Вот. А сверху я кладу вот такой специальный материал, который нужен для гриля. И я уже давно к нему приспособилась, он очень хороший, к нему ничего не пригорает, и потом очень легко этот эргриль мыть. Вот. Так что сейчас вот мясо замаринуется, и мы, можно сказать, этим займемся. А вот я хочу показать, у нас во дворе растут лимончики. Сейчас у нас уже, фактически у нас уже весна начинается, и вот видите, сколько у нас лимоново растут такое малюсенькое дерево, и вот такое количество лимонов. Вот. Так что я вчера как раз делала вечером суп, и мне понадобились лимоны, я ночью ходила, там в темноте нарезала. Вот. Ну, хорошо, хорошо, пока мясо маринуется. Да, вот здесь стоит моя коптильня, где я копчу рыбу. Вот. Вот это мои эргрили. И, в общем, мы сейчас приступим. Ну что, друзья, вот наше мясо замариновалось, худо-бедно, и сейчас я переложу это все вот в эту вот кастрюльку, в которой оно будет все на воздухе и жарится. Вот, друзья, выложила в эту емкость как могла, постаралась выложить все одним слоем. Это на самом деле очень важно, выложить одним слоем, потому что тогда оно прожарится с одной стороны, потом перевернуть на другую сторону, а если оно лежит два слоя, то тогда нижний слой вообще не поджарится. Ну, как могла, уложила. У меня не всюду получилось одним слоем, но, на всяком случае, в основном получилось. У нас здесь есть меню, меню, которое должно, по идее, вот, вот здесь она показывает курицу на 360, но я бы на 360 не ставила, я бы поставила немножко меньше его. Так, давайте мы поставим на 350, да, а дальше время, мы скажем, не 20 минут, а, например, 12 минут, для того, чтобы оно на одной стороне только поджарилось за половину времени 350 градусов. И вот оно включается и начинает работать. Видите, вот оно так гудит, и все, на 12 минут можно спокойненько уйти, себе заниматься другими делами, и это очень удобно, себе все готовится, жарится, можете себе представить, насколько экономия времени по сравнению с тем, как на сковородке это все жаришь. Ну, вот наша печка пропикала, все вроде бы готова. Сейчас посмотрим, что у нас тут получилось. Получились вот такие зажаренные крылышки за 12 минут, но они, конечно, сырые, потому что у них вторая сторона совершенно не поджаренная, поэтому я сейчас возьму инструменты и переверну их полностью наоборот, нижней стороной наверх, и дам им возможность снова поджариться. Ну, вот крылышки перевернуты неподжаренной стороной наверх, и сейчас они снова отправятся вот в эту нашу воздушную жарку. Тут поставили температуру снова 350, снова 12 минут. Я думаю, что после этого нам нужно будет только немножко побольше поставить температуру, и это уже будет финальный аккорд. А пока что мы можем забыть про эту кастрюлю на следующие 12 минут. Вернула эти крылышки еще раз, они почти готовы, но они не совсем готовы, поэтому сейчас немножко повыше сделаю температуру, чтобы они прожарились, и поставлю их еще минут на 10. Ну, друзья, между тем, как курица жарится, вот пришла внучка, Саша, привет, привет, вот, и она съела уже супчик, такой зеленый борщик, а на второй вот это у нас салатик такой из хикама, да, мы уже показывали его в различных вариациях, но вот этот вариант без морковки, но с сушеной вишней и с орешками солеными, вот, и закусывать она все это будет нашими крылышками. Вот, как выглядит, вот финально, как выглядит наша курица, она уже абсолютно готова, абсолютно прожарилась, при этом минимум усилий, а курица себе жарится, в это время может заниматься чем угодно, сейчас мы попросим Сашу ее продегустировать. Хватит тебе два кусочка? Окей. И вот, друзья, наступает драматический момент, Саша будет пробовать нашу курочку, аккуратно, только, потому что она горячая, может быть. Вкусно? Вкусно. Ну, вот, вкусно, без особых усилий, довольно-таки быстро, где-то минут, ой, осторожно. А, она еще горячая. Горячая, горячая, да. Вот. Сама себе курица жарилась, я в это время занималась своими делами. Вот, я хотела вам показать, что, собственно говоря, остается вот в этом воздушном жарящем устройстве, после того, когда мы все пожарили. То есть, это то, к чему мы теперь не имеем доступа, и что позволяет нам более-менее кушать нежирную еду, да. Вот, мы снимаем эту решетечку, да, на которой, вот, видите, что тут творится. В условиях обычной сковородки это все у нас там курица плавала вот в этом, во всем. А сейчас мы это все благополучно помоем, выльем, и вот имеем свою вкусную курочку без вот этого всего жира. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok